Мастер аврального хендмейда. Так называют друзья девушку с необычным именем Яша. Тяга к этому неординарному творчеству у нее проявилась с детства. Создавая что-то собственными руками, она дарила вещам новую жизнь. Я собирала хлам всякий, которые говорили, выбрось, выбрось, нет. Я его оставляла в шкаф, откладывала, потом из него что-то делала. Для реализации творческих идей вручную могут пригодиться совершенно обычные вещи, которые мы каждый день используем в быту. Это всевозможные пуговицы и бусинки, шишки, украшения, пластинки, ленты, лампочки и краски. Например, при создании новогоднего снеговика мы использовали носок, картонный кружок для того, чтобы он стоял прямо, а также горох и синтепон как наполнители. Лицо персонажа детских сказок – это пришитые пуговки, а чтобы его одеть, пригодилась старая кофта. Вот так просто в течение получаса был создан первый новогодний символ. Ну а процесс творения рождественского венка из прищепок требует терпения. Сперва прищепки красят акрилом, а чтобы венок был равномерным, их аккуратно нанизывают на ленту на одинаковом расстоянии. В итоге лента завязывается нарядным бантом, а сам венок украшается красными и серебристыми бусинками. Во многих странах мира входные двери на праздники украшают рождественскими венками. Такой венок очень легко можно сделать с помощью обычных бельевых прищепок. Елочную игрушку лошади – символа наступающего года. Яша сделала из лампочки, пробки, бусинок, бумаги, толстых ниток и палочек корицы. Яркая безделушка украсит любую новогоднюю елку. Вот так, потратив немного свободного времени и терпения, а также применив фантазию, из совершенно обычных подручных средств можно создать замечательные сувениры к новогодним праздникам. Дарья Степаненко, Александр Шулятиков. Новая Одесса.